Глядя на это прекрасное растение, можно с уверенностью сказать, что красоты много не бывает. Эта необыкновенная лиана видом своих очаровательных длинных соцветий покоряет сердца уже с первого взгляда. Называется Петрея вьющаяся. Растение представляет собой полувечно зеленую древесную лиану. Родом она из Центральной и Южной Америки. В естественной среде Петрея отрастает на высоту до 10 метров, образуя роскошные висячие сады из фиолетово-синих и голубых соцветий. Встречаются также растения с белыми кистями. Длинные метелки, похожие на гирлянды, собраны из большого количества цветков. Их размеры достигают 30 сантиметров. В пик цветения Крона Петрея представляет собой струящийся цветочный водопад. При несложном уходе эта вьющаяся культура способна очень обильно цвести. Цветов на лиане так много, что ветки от их тяжести эффектно паникают. Их великолепный вид вдохновил присвоить Петреи еще одно романтическое название – венок королевы. Многие садоводы прозвали это растение тропической глицинией. И действительно, между ними есть определенные сходства. Только среди глицинией существует более устойчивый к холодному климату растение. А вот Петрея – это южная лиана. Но несмотря на ее предпочтение к теплу и влаге, эту тропическую красавицу с успехом выращивают как комнатную культуру. Одно из преимуществ этой лианы в том, что ее роскошные соцветия довольно долго остаются декоративными. Со временем они постепенно меняют свою цветовую гамму на более приглушенную. В теплый сезон контейнеры с растения можно выставлять на открытый воздух. Оно отлично растет на солнечном расположении, при условии, если его своевременно поливать. Хотя Петрея выдерживает временную засуху и небольшое пересушивание почвы. Горшок также можно расположить в легком притенении. А вот в глубине комнаты этой лиане не место. Если вы захотите украсить этим растением свою цветочную коллекцию, домашний интерьер, утепленную террасу или зимний сад, предоставьте ему объемный контейнер. Грунт должен быть легким и обязательно питательным. Лиана активно наращивает свои побеги, поэтому любит поесть и попить. Но заливать растения не стоит. Маленький горшок корни очень быстро освоит. И лиане там будет тесно. Без внесения удобрений и своевременного полива обильного цветения можно не ждать. Про хорошее освещение также не стоит забывать. Хотя Петрею особо сложный в уходе не назовешь. Чтобы держать лиану в определенных пределах, ветки после окончания цветения сильно укорачивают. Выбрасывать их не стоит, так как их можно без особых сложностей укоренить. Если же площадь и объем контейнера позволяют, вы можете формировать свое растение как вам угодно. Даже в виде небольшого раскидистого деревца, что смотрится очень эффектно. Особенно, когда плети украшены длинными цветочными кистями. Таким образом у вас получится вырастить живое дерево-гирлянду. Хотя Петрея красива не только своими цветами. У нее декоративная, крупная и плотная листва. На вид она глянцевая, а на ощупь шероховатая. Из-за этого качества лиану еще прозвали наждачной бумагой. Длину листья достигают 20 см. Цветки Петрея состоят из удлиненных предцветников и центрального венчика, более насыщенной фиолетово-синей окраски. Интересно, что внутренний цветок долго не живет и опадает через сутки двое. Но чашелистики не осыпаются и довольно длительное время выглядят декоративно. Они существуют до полного вызревания семян. Из-за этой особенности метельчатые соцветия Петреи кажутся цветущими долгий период. Есть растения с очень выраженными по цвету сердцевинными цветками и более светлыми чашелистиками, что смотрится очень эффектно. Эта красивая лиана относится к семейству вербеновые. Почвенный субстрат для нее лучше приготовить хорошо пропускающий воздух и влагу со слабокислой реакцией. На дно горшка укладывают дренажный слой. Если объем контейнера растению будет тесным, оно может не соцвести. Отцветет Петрея периодически, несколько раз в году. А ее превосходные соцветия выглядят декоративно неделями. При хорошем уходе, подкормках и освещении, кисти сплошь покрывают крону лианы. В период цветения Петреи лучше кормить удобрениями для цветущих культур с преобладанием фосфора. Этой лиане также необходима прочная опора. Свездчатые цветочки Петреи похожи на двойные колокольчики с необычной сердцевинкой. Они могут быть сине-голубой, фиолетовой или белой окраски. После опыления в каждом из них завязывается лишь одно семечко. Если вы захотите размножить Петрею, делать это проще всего методом черенкования. Веточки нарезают длиной 10-12 см и заглубляют в рыхлый, слегка влажный грунт. Сверху черенки накрывают пленкой или прозрачной пластиковой емкостью для создания парникового эффекта. Корешки появляются примерно через 3-4 недели. Температура укоренения должна быть в пределах плюс 20-25 градусов. Череночник нельзя ставить в тени, но и на солнце его также не стоит располагать. При попадании на листья прямых лучей солнца могут появиться ожоги. Если укоренение проходит холодный сезон, емкости с черенками лучше располагать на специальном теплом коврике. Для этой цели отлично подходит тонкая инфракрасная пленка, которую сейчас не проблема купить. Начеренкованные растения способны цвести уже в первый год своего развития. Петрею также можно вырастить укоренением корневых отростков, воздушными отводками и через посев семян. Есть утверждение, что сеянцы зацветают уже на второй год жизни, но они могут не повторить все декоративные качества материнского растения. Если вы хотите получить точно такую же лиану по виду соцветий, лучше приобрести укорененный черенок или саженец, выращенный вегетативным путем. К тому же вы не сможете быть уверенным в свежести покупного семенного материала. Может получится так, что вы потратите деньги на семена, а они не взойдут. Петрея прорастает только из свежих семян. Старые излежалые, скорее всего, ростков не дадут. При зимьем содержании лианы в прохладном помещении полив сокращают. Температура должна быть не ниже плюс 15 градусов. Но считается, что взрослые растения выносят кратковременное понижение до минус 1-2 градусов. Не стоит также располагать вазон вблизи отопительных приборов и в темном месте. Петрея радует тем, что она хорошо приспосабливается к нашим комнатным условиям. Ее вид декоративный круглый год, так как крупная листва этой южной лианы на азиму не опадает, как у листопадных культур. Летом вы можете вынести горшок на балкон и даже в сад. Петрея отлично растет на солнце и обязательно вас порадует своим роскошным цветением. Поделитесь своим мнением в комментариях об этой красивой лиане. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте пожалуйста поставить свой лайк и до новых встреч на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok